ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гадкий я 3. Человек-паук. Возвращение домой. Американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства Marvel Comics. Картина является вторым перезапуском франшизы серии фильмов об этом персонаже. Режиссером выступил Джон Уоттс. Сюжет фильма протекает после событий фильма «Первый мститель. Противостояние». Питер Паркер – обычный старшеклассник, который становится супергероем. Он пытается совместить борьбу с преступностью, со школьной и семейной жизнью. Наставником Паркера становится Тони Старк. Человеку-пауку предстоит спасти Нью-Йорк в противостоянии со злодеем-сервятником, который замешан в убийстве дяди Бена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек-паук. Возвращение домой. Для поклонников театрального искусства Астана подготовила настоящий шедевр. Галоконцерт «Звезд мирового балета» в рамках закрытия первого международного фестиваля. Балетного искусства «Еврэйджин Дэнс Фестиваль» пройдет 29 июня в Театре Астана Опера. В обширной программе ПАДД из классических балетов. Миниатюры современных отечественных и зарубежных хореографов в исполнении гостей фестиваля из Германии, России, Великобритании, США, а также артистов балета Театра Астана Опера. Ошеломляющая программа «Столицы» на этой неделе не оставит никого без внимания. 27 июня на Астана-Арена с сольным концертом выступит всеми любимый Димаш Кудайбергенов. Необыкновенный голос певца сразу покорил сердца миллионов слушателей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Вокальная феерия Димаша на крупнейшем китайском конкурсе Аэма Сингер привела в восторг зрительскую аудиторию. Исполнитель был удостоен музыкальной премии ТОП ЧАЙНЕС МЮЗИК ЭВОРДС в номинации «Самый популярный певец в Азии». 1 июля в рамках Экспо Астана-2017 состоится международный летний кубок КВН. За победу поборются команды «Азия Микс Бишкек», сборная Камызякского края, город Пятигорск, а также специально для этой игры будет возрождена команда «Казахи». Также в Астану приедут постоянные члены жюри КВН и ведущий Александр Мысляков. В этот же день «Муми Тролль» в честь 20-летия альбома «Морская» совместно с популярной российской группой «Би-2» сыграют концерт в Астане на республиканском велотреке «Сыра арка». Сегодня у группы «Муми Тролль» уже более 10 студийных альбомов, более 50 клипов и несколько поколений поклонников. Группа «Би-2» также может похвастаться своей дискографией, в которой насчитывается 10 студийных альбомов и тиражом в 10 миллионов изданных копии пластинок. «30 Second to Mark», состав которой входит Джаред Лето, Шеннон Лето и Тома Милишевич, продали более миллиона альбомов и миллионы билетов на свои концерты по всему миру. Группа является обладателем множества наград, в том числе наград от MTV и журнала Billboard. Исполнители являются рекордсменами Книги рекордов Гиннесса за самый долгий концертный тур в истории. В нашей столице группа «Дас» концерт 2 июля. Гостей и жителей Алматы на этой неделе ждет первое шоу обновлений «Саммер мотоапдейт» верной Алматы и водные соревнования. Событие пройдет в самом центре Алматы 1 июля. На территории огромного пространства «Артхаус» под открытым небом ожидаются множество активностей и громкий концерт группы «Ляпис 98» во главе с Сергеем Михалком. 2 июля на озере Копчегай состоится заплыв «Алматы марафона». Такой формат мероприятия «Алматы марафон» проводится впервые. Участие в заплыве сможет принять любой желающий старше 18 лет, выбрав одну из дистанций 500 метров, 1 километр, 2 километра. Это была программа «Афиша» на канале «Атамикен Бизнес Ченел». Планируйте свои события вместе с нами.